В Карачаево, Черкесии, как и во всей России, стартовала прививочная кампания против гриппа. Хотелось бы рассказать нашим телезрителям, как мы подошли к этому сезону, готовы ли мы, но перед этим вспомнить немножечко итоги прошлого сезона, каков был уровень заболеваемости и, собственно, какие были результаты прививочной кампании прошлого сезона. Вы совершенно правы, что нам предстоит очень важное мероприятие. Это иммунизация населения, подготовка населения к эпидемическому сезону по ОРВИ и гриппу. И изначально, конечно же, важно посмотреть, что было в прошлом эпидсезоне, через что мы прошли и что нас ждет впереди. В прошлом эпидсезоне мы вакцинировали 218 610 человек. То есть это тот контингент, который подлежал вакцинации по национальному календарю, по иммунизации. Мы знаем, что прививка от гриппа входит в национальный календарь и подлежит там определенной категории лиц. Мы потом коснемся их. Так вот, в прошлом эпидсезоне уровень заболеваемости у нас был по ОРВИ и гриппу в целом, по этим заболеваниям, он был в два раза меньше, чем в предыдущем эпидсезоне 22-23 года. Но заболеваемость гриппа превысила предыдущий эпидсезон в 4 раза. У нас заболело 253 человека гриппом. Ну, тут я тоже хочу сделать небольшую ремарку. Дело в том, что диагноз грипп ставится только в том случае, если он подтвержден лабораторно. Если сделан анализ, и идет подтверждение по гриппу. Получается, что мы уже с начала эпидсезона прошлого, где-то с сентября-с октября месяца, мы говорили о том, что в некоторых возрастных группах населения, в основном это были детские возрастные группы, то тут, то там у нас превышался эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. И уже начиная с конца декабря, вторая половина января и февраль практически весь, у нас шло превышение эпидемических порогов в целом по республике. Почему это происходило? Дело в том, что для населения важно знать, когда мы говорим об эпидпорогах, все сразу волноваться начинают. Важно знать, что эпидемический порог – это заболеваемость последних нескольких лет. То есть средний уровень заболеваемости, он считается по формуле, за последние пять лет. И учитывая, что в период пандемии у нас до минимума снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Грипп вообще был нулевой, население болело коронавирусной инфекцией. И вот эти показатели низкие, они сыграли на то, что сам значение эпидемического порога было значительно ниже. И заболеваемость населения у нас везде была как выше средних многолетних показателей. Что мы ожидаем в этом году? В этом году Всемирная организация здравоохранения также очень беспокоится и дает прогноз о том, что учитывая, что были такие периоды, когда грипп затих, то в следующем эпидсезоне, 24-25 года, нас предостерегают о том, что может быть достаточно серьезный эпидемический сезон. Поэтому очень важно сейчас помнить о том, что к нему нужно тщательно подготовиться. И еще говоря об итогах прошлого эпидсезона, хочется сказать, что в прошлом эпидсезоне у нас большая часть переболевших в разрезе возрастном выпадала на детей до 14 лет. 69,5%, то есть практически 70% заболевших урой и гриппом, это были дети. А заболевшие конкретно гриппом, 97%, это было взрослое население. Еще важно сказать, что большая часть населения все-таки перенесла заболевание в легкой форме. 35% примерно населения заболело в средней форме тяжести, и всего лишь 1,2% населения заболели в тяжелой форме. И, к сожалению, был зарегистрирован один случай, летальный от гриппа у ребенка в возрасте 1 года и 3 месяцев. И тут тоже очень важно подчеркнуть, что все переболевшие гриппом в тяжелой форме, подавляющее большинство из них не были иммунизированы, то есть они отказались в свое время от прививок. Мы затронули тему того, каким будет предстоящий сезон. Хотелось бы узнать, как человеку правильно подготовиться к сезону гриппа. Здесь нужно отметить, что самым эффективным способом профилактики гриппа является иммунизация. Помимо иммунизации рекомендуется здоровый образ жизни, правильное питание, занятия физкультурой и спортом. Очень важно для детей и для учащихся это правильный режим дня. Необходимо высыпаться, необходимо тренировать свою иммунную систему, то есть закаливание необходимо. Но самым эффективным все равно является иммунопрофилактика. И тут нужно еще раз об этом сказать, о том, что прививка от гриппа не исключает заболевания гриппа. Она всего лишь навсего для того, чтобы это заболевание было в легкой форме, для того, чтобы не было тяжелых форм и не было последствий гриппа. У людей, которые имеют хронические различные заболевания, это обострение различных хронических заболеваний. Ведь, как правило, смерть после гриппа возникает не от самого гриппа, не от вирусной инфекции, а от обострения тяжелых хронических заболеваний. И, как правило, все летальные случаи происходят, вот грипп это являлся как катализатором, человек заболел гриппом, а умирает человек от вирусно-бактериальной пневмонии, от миокардита, от менингита или энцефалита, от почечной печеночной недостаточности, а также отдельный пласт людей — это беременные женщины. Мы знаем, что женщина, когда вынашивает ребенка, ее иммунитет отключается для того, чтобы не отторгнуть чужеродный организм, потому что плод наполовину — это генетика папы. И чтобы этого не было, у женщины отключается иммунитет, снижается иммунитет. Поэтому для беременных заболеваний гриппом очень опасно. И в связи с этим одно из последствий гриппа — это смерть плода, потому что беременные просто могут потерять своего ребенка. Управление Роспотребнадзора является главным организатором прививочной кампании в нашей республике. Хотелось бы узнать, где конкретно люди смогут привиться, кто будет реализовывать прививочную кампанию, и имеются ли вакцины на сегодняшний день. Прежде всего, я хочу сказать о том, что уже издано постановление главного государственного санитарного врача по Карачаево-Черкесской республике. И согласно этого постановления будут проводиться и организовываться все профилактические мероприятия. В этом постановлении предписано каждому из учреждений, которые заняты в этой кампании, что им конкретно нужно делать. Поэтому принимают участие в организации этой кампании учреждения Министерства здравоохранения, лечебно-профилактические организации, это учреждения Министерства образования и науки, это школы, детские сады, различные вузы и колледжи. И поэтому всем, кто участвует в этой организации, всем руководителям этих организаций, необходимо ознакомиться с постановлением. Оно размещено на сайте Управления Роспотребнадзора, уже выставлено. Поэтому нужно зайти на наш сайт и ознакомиться с этим постановлением. Там все расписано подробно, кому что нужно делать. Вакцины приходят в различные регионы по графику. Как только первая партия вакцин нами будет получена, сразу об этом будет сообщено и начнется уже именно практическая часть этой кампании по вакцинации. Но сейчас нужно организационным моментом уделить особое внимание. Почему, на Ваш взгляд, все-таки стоит прививаться и каждый человек должен задуматься о прививке от гриппа? Самое главное о том, что прививка, это нужно помнить, потому что прививка это всего лишь навсего маленькая болезнь. И если Вы не прививаетесь, Вы получаете готовый, взрослый, здоровый, полный жизнедеятельности энергии вирус. Вместе с, извините за тактичное выражение, с соплями и слюнями другого человека. А в виде вакцины Вы получаете всего лишь навсего несколько кусочков различных видов вируса. И минимальная степень реакции Вашего организма приведет к тому, что он уже будет готов. Он как бы в маленькой степени переболел уже этими вирусами и он уже будет готов к встрече с ними. Еще один аргумент, о котором я хочу сказать. Вот, допустим, те, кто отказывается от вакцинации, да, вот представьте, что человек заболевает, естественно, у него заболевание будет в более тяжелой форме протекать. Сколько потратится денег на лечение? Как минимум, вот Вы вычисляли и подсчитывали, что примерно от 2 до 4,5 тысяч и выше стоит пакет лекарств для того, чтобы полечиться от ОРВ и гриппа. Вакцина бесплатная. Поэтому разница есть. Или Вы перенесете в легкой степени с минимальными затратами финансовыми, или же Вы будете болеть тяжело, еще неизвестно с какими последствиями. Учитывая, что у гриппа, грипп страшен своими осложнениями. Я еще хочу сказать, какие могут быть осложнения. Ну, прежде всего, это, конечно, чаще всего бывает пневмония, синуситы, атиты, различные фарингиты, та же самая миокардит, те же миокардиты. Очень опасные такие аутоиммунные заболевания, когда наша иммунная система, встречаясь с вирусом, перестраивается так, что начинает поглощать, пожирать свои собственные органы. Это такие заболевания, как сахарный диабет первого типа, различные ревматоидные заболевания. Грипп является как триггером, спусковым крючком для развития этих заболеваний. Вы же не хотите после банального гриппа, если вы не привились, заболеть сахарным диабетом, к примеру. Тут вот, если осознать вот угрозы и мнимые страхи, вот взвесить все это, то получается, что все-таки лучше, правильнее сделать прививку. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Я думаю, что очень много полезной и нужной информации наши телезрители почерпнут из сегодняшнего интервью. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok